Сегодня я расскажу о том, как можно создать языковой клуб в своём городе. Допустим, я недавно переехал во Владикавказ. Почему Владикавказ? Потому что те, кто просил меня записать это видео, находятся во Владикавказе и хотели бы там создать языковой клуб. Поэтому привожу в пример Владикавказ. Допустим, я недавно переехал во Владикавказ и хочу создать языковой клуб по примеру, по образцу Тбилисского клуба языкового обмена или Киевского клуба, поскольку вообще этот бренд появился в Киеве 10 лет назад. В общем, я сейчас опишу свои действия и потом мы, наверное, поговорим о том, как можно все эти шаги адаптировать для вашей ситуации. Значит, первым делом я создаю на Фейсбуке и ВКонтакте группу сообщества, которая называется Владикавказский клуб языкового обмена. Там может быть двойное название на английском и на русском. Почему и ВКонтакте, и Фейсбуке? Ну, ВКонтакте, я так понимаю, большим спросом пользуются в России, в некоторых регионах. Но иностранцы, если приезжают во Владикавказ, скорее всего, сидят не ВКонтакте, а в Фейсбуке. Поэтому нужно быть и там, и там. В общем, создаю эту группу. Это для языкового клуба в целом. Не для отдельной группы, скажем, английского языка или испанского языка. Потом регистрируюсь на сайте couchsurfing.org. Это сайт для путешественников, которые хотят не в гостиницах останавливаться, а у местных жителей. Чем хорош сайт couchsurfing? Там есть функция поиска, где можно указать язык общения. И, да, язык общения указываешь. И потом, когда получаешь список результатов, всех людей в этом городе, которые владеют каким-то языком, можно посмотреть, кто на каком уровне владеет. Там есть три уровня. Начальный, средний и экспертный. В общем, предположим, я хочу начать, в первую очередь, с испанского клуба. Потому что знаю, что если у меня получится, если мне удастся создать испанский клуб, то все остальные языки получатся сами собой. Итак, я сделал поиск по испанскому языку. Нашел всех, кто владеет этим языком. Потом выбираю... Я отсекаю сразу всех, кто владеет испанским на начальном уровне. И направляю... Отправляю такое стандартное письмо всем, кто владеет на уровне среднего или выше испанским языком. Письмо я пишу на испанском языке, и оно звучит примерно так. Здравствуйте, я недавно приехал во Владе Кавказ, и я хотел бы создать здесь клуб испанского языка, где собираются люди, владеющие испанским языком, для общения, для знакомств, для обсуждения интересных тем. Если вам интересна эта идея, пожалуйста, ответьте на это письмо, и я вам сообщу, как только определюсь с датой и временем, с местом и временем. Допустим, я нашел 20-40 человек в городе, я думаю, около половины, ну, от третьей до половины мне ответят. Отвечает человек 10, 15, 20. И уже этим людям я указываю, я посылаю второе письмо, в котором указываю конкретное место и время нашей первой встречи. Время выбираю я, так как если я спрашиваю у других незнакомых мне людей, что вы можете предложить, то это может вылиться в очень долгое бесплодное обсуждение. Поэтому это решение мне нужно принять самому. Я выбираю место, это должно быть обязательно, ну, допустим, кафе какой-нибудь в центрально расположенном месте, чтобы удобно было добираться. Для первой встречи не так важно, где она проходит, потому что достаточно просто небольшого стола в обычном кафе. А вот когда вас больше станет человек, конечно, тогда возрастают, появляются уже новые требования к месту проведения встречи. Так как 10 человек или 12 уже не поместятся за небольшим столиком. И это нужно иметь в виду. Но для первой встречи это всё не имеет значения. Скорее всего, придёт от 5 до 10 человек максимум, а то и меньше. В общем, я указываю, всё это делается на испанском. Я указываю место и время встречи. Прихожу туда заранее, чтобы прийти первым. И жду остальных. Возможно такое, что на первую встречу или вообще на 10, на 20 никто не придёт. Что делать? Ну, я ничего не делаю. Я сижу там полчаса или час, чтобы дождаться кого-нибудь. Если никто не придёт, ничего страшного. Я просто привык к этому. Знаю, что такое возможно. Надо стабильно ходить каждую неделю. Если у вас клуб собирается еженедельно, что я и рекомендую. Приходить вовремя, каждую неделю и просто выдержать это испытание. Потом, рано или поздно, люди начнут приходить и у вас получится уже нормальное общение. Общение, вернее, с другими людьми. Это первое, что я делаю. Можно использовать не только сайт Каутсерфинг. Можно найти приложение для поиска языковых партнёров, партнёров по изучению, по языковому обмену, вернее. И в этих приложениях можно поискать в своём городе людей, которые владеют тем или иным языком. Найдя нескольких людей, можно отправить им подобное письмо и просто сказать о том, что я создаю такой-то клуб. И в такое-то время приходите на встречу. Будем общаться на испанском. Параллельно с объявлением встречи на сайте Каутсерфинг на форуме сайта. Там такая возможность есть. Параллельно с этим я объявляю о встрече и ВКонтакте, и на Фейсбуке. Но, опять же, в Фейсбуке я создал группу не по испанскому языку, а языковой клуб в целом. В рамках сообщества можно объявить мероприятие. А там я уже пишу. С самого начала на испанском языке мы собираемся там-то и там-то, во столько-то, с такой-то целью всё будет проходить вот так вот. Всё на испанском языке, желательно с красивой обложкой, с фотографией какой-нибудь привлекательной. И так я запускаю процесс. Конечно, первое время в сообществе, может быть, никого не будет, кроме меня или там моих знакомых ближайших. Со временем на сайте CouchSaffering можно будет написать о том, что информация о встречах размещается на Фейсбуке, допустим, или ВКонтакте. То есть, не нужно будет со временем постоянно объявлять о встрече клуба на всех платформах. Достаточно выбрать одну какую-нибудь платформу и всех направить туда. В общем, мне, как организатору клуба, очень важно правильно задать тон. То есть, задать правильный тон. Когда придёт первый человек на встречу испанского клуба, мне нужно с первого же момента настроить человека на общение именно на испанском языке. Потому что люди обычно немножко волнуются на первой встрече и не до конца уверены в том, что общение действительно будет на испанском. Поэтому не исключено, что первый человек, который придёт на встречу клуба, скажет вам на русском, если это местный человек, скажет «это испанский клуб». И вам нужно ответить сразу на испанском. И просто задать тон, создать некий психологический комфорт и уверенность в том, что здесь действительно общаются на испанском. Для этого, конечно, требуются определённые, скажем так, человеческие качества и определённая уверенность в себе. И, конечно же, определённый уровень владения языком. Если у вас уровень B2 или выше, конечно, вам легче будет задать тон, чем если у вас B1 или ниже. И так, на первую встречу пришло несколько человек. Я стараюсь максимально дружелюбную атмосферу создать. Рассказываю о себе, расспрашиваю других об их жизни, чем занимаются, какие у нас интересы. Я стараюсь нащупать ещё какую-то тему, которая бы всех вовлекла. Но если группа маленькая, тем более на первой встрече, обычно такая энергетика, что все настроены на общение на испанском. И у нас обязательно сложится общение. А вот со временем появится некая культура общения у этого клуба. И уже не так много будет зависеть от меня. Да, мне как организатору нужно по-прежнему размещать объявления об очередной встрече клуба. Но если там уже появились завсегдатай, завсегдатай, извините, то они уже сами будут воспроизводить ту культуру, которую создавали вы. Хорошо. Теперь по поводу места. На первых парах достаточно любого кафе, наверное. Но когда участников уже больше становится, нужно найти такое место, желательно с длинными столами. Потому что общение за длинным столом больше способствует раздроблению группы на маленькие группы. На пары, на тройки, четверки и так далее. И в такой обстановке каждый участник клуба получит значительно больше языковой практики. Так что очень важен уровень шума. Идеальный случай это когда какой-то фоновый шум есть, либо это может быть музыка, либо помещение, где есть и другие группы, которые не слишком шумно разговаривают. С другой стороны, не надо искать абсолютно беззвучную, абсолютно тихую, спокойную обстановку. Потому что если слишком тихо, люди начинают стесняться говорить. И это тоже мешает. Я сейчас говорил о своих действиях в случае создания испанского клуба. Если вы создаете клуб английского языка, я думаю, вам будет намного легче. Потому что людей, владеющих английским языком, хотя бы на среднем уровне, гораздо больше. И у вас наверняка есть знакомые, которые тоже будут в этом заинтересованы. Поэтому на первой встрече будете не вы и 5-10 незнакомых людей. А наверное 5 знакомых плюс еще много незнакомых. И вам сразу стоит задуматься над таким постоянным местом проведения. Скорее всего, вам придется менять места, искать более подходящий ресторан или кафе. Потому что не все хорошо относятся к тому, что там сидят люди в течение 2-3 часов и не так много заказывают. Поэтому нужно тщательно искать место. Все ваши действия, связанные с организацией конкретного языкового клуба, должны быть рассчитаны на привлечение носителей языка и тех, кто владеет языком на хорошем уровне. Потому что клуб живет или умирает в зависимости от того, есть такие люди или нет. Желающих с начальным уровнем владения языком всегда много. Но это, как правило, халявщики, которые ожидают бесплатного урока языка. Если их слишком много, то никакой носитель не задержится у вас в клубе. Поэтому всегда ориентируйте все действия на носителей языка, чтобы им было интересно или интересно было тем, кто давно общается на этом языке. Но, к сожалению, 15 минут уже прошло. Это лимит для YouTube. Так что, если у вас будут вопросы, обязательно пишите в комментариях. Продолжение следует...